О, и так каждое утро. В транспортном бизнесе Алексей Калдвихин уже 10 лет. Так плохо, как сейчас не было никогда, уверяет дальнобойщик. Сегодня ему с коллегами приходится платить тройной налог. В конце прошлого года начала работать скандально известная система Платон. За каждый километр пути по федеральным трассам водитель обязан заплатить около полутора рублей. Плюс транспортный налог, плюс акции, включенные в стоимость топлива. Честно говоря, до начала этих протестных движений, до начала всей катавасии с Платоном, мы никто не задумывался, сколько там этого акциза. То есть автоматически платили, платили, и, как говорится, все были отчасти довольны. Только потом, уже, как говорится, глаза нам открыли, стали лазить, искать все материалы, что почем. Оказалось, что где-то 7 рублей в солярке акциза, которую государство с нас берет. 17 декабря 2015 года. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Глава государства говорит, система Платон жизненно необходима. Но президент просит членов правительства облегчить жизнь дальнобойщикам и отменить транспортный налог. Я понимаю, что это мужики, знаете, они вкалывают, они работают, за рулем сидят там. Но надо выходить все-таки из серых схем. И мне хочется их поддержать. Вот поверьте, есть правство искусства. Может быть отменен транспортный налог. Не отменили. Кстати говоря, по настоянию региональных руководителей, потому что транспортный налог идет в региональный бюджет. Но хотя бы для больших грузов, которые должны платить за пробег, надо это сделать. Я очень рассчитываю на то, что правительство в самое ближайшее время, в начале года это сделает. Поддержал президента и местный министр транспорта. На последней пресс-конференции Николай Чуриков заявил, большие грузы наносят дорожному полотну намного больше вреда, чем легковые авто. Поэтому с дальнобойщиков и спрос больше. Кто как разрушает, тот так и должен платить. С другой стороны, двойной оплаты не должно быть, да? Вот транспортный налог, я думаю, что для больших грузов, он должен быть отменен. Это как бы мое мнение. Но главу государства, не тем более главного дорожника нашей области, в российском правительстве не услышали. В кабинете министров подсчитали, после отмены транспортного налога будет потеряно 150 миллиардов рублей. По этому идею президента чиновники не поддержали. Ну а пока Алексей Колдихин поставил свою фуру на стоянку. Такая своеобразная акция протеста. Дальнобойщик уверен, в конечном итоге от такой политики пострадают не только профессиональные водители, но и все россияне. Предпринимателям придется повысить тариф на грузоперевозки, а это значит цены в магазинах снова вырастут. Роман Гальперин, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.